Друзья, наконец-то у Black Desert 21 сентября закончился закрытый бета-тест, а это значит только одно, что игра со дня на день станет доступна для всех без исключения, при том совершенно бесплатно. Подробности в описании. Всем привет! Мы с вами уже давно не разговаривали на тему товаров из китайских интернет-магазинов, потому что я давно ничего не заказывал, но стал бы я снимать это видео, если бы ничего интересного не произошло. Дело в том, что примерно две недели назад я заказал сразу кучу всего интересного, прям вот много, много очень интересных штук из китайских интернет-магазинов, и эти товары постепенно начали ко мне приходить. И вот буквально сегодня мне пришло две вот таких коробки, одна из которых даже в кадр не вылезает, она вот такая огромная, и здесь какие-то странные числа. 17-90, 19-70, 22-70, что бы это значило, я не знаю, как и ровным счетом, что я не знаю, что находится здесь внутри, я знаю только то, что оно шумит. Действительно, проблема в том, что я все заказал в один день, и вот приходит это все без каких-либо пометок, кроме чисел, поэтому я не знаю, что находится внутри, но я первым делом хочу открыть вот эту большую коробку, потому что здесь наверняка что-то большое. Здесь на скотч приклеена какая-то бумажка, на которой ровным счетом вообще ничего не написано, ну, я не знаю, насколько вам это понравится. Честно говоря, я думал, здесь будет что-то другое, потому что большая коробка, должно быть что-то большое интересное, ну, а здесь у нас в итоге лодка. Да, это лодка, и что, вы мне хотите сказать, что эта лодка неинтересная? Так вот, я вам скажу, эта лодка может разглянуться до скорости 5,5 метров в секунду. Я заказал это только для того, чтобы это проверить, потому что 5 метров в секунду, но это очень быстро. Самое главное отличие лодки от всяких этих ваших там квадрокоптеров заключается в том, что она уже в коробке собранная, все, что нужно сделать, это зарядить вот аккумулятор и пойти ее запускать. И я предлагаю нам с вами не терять время и пойти, собственно говоря, этим заняться и посмотреть, насколько это быстро, 5,5 метров в секунду. Кстати говоря, врезаться таким острым носом никуда достаточно не страшно, потому что здесь есть вот такая защита на нос, я так понимаю, вот так она одевается. И теперь он у нас прорезиненный и никого не убьет, и лодка в случае чего не разобьется. Ну и еще у меня в руке есть запасной винтик на случай, если это сломается. Но я, честно говоря, даже не знаю, как так нужно управлять лодкой, чтобы сломать вот этот винт. Ну а таких пультов, друзья, я не видел даже у квадрокоптеров. Я видел таких гоночных моделей, вот как бы вот тут газ, вот это вот рулить. Но посмотрите, здесь есть еще и вот такая вот штука, и тут как бы у нас все очень круто, такие штуковины крутятся во все стороны. В общем-то говоря, сделано достаточно качественно и выглядит очень внушительно. Ну, по крайней мере, не как обычная детская игрушка. Ну что ж, лодку собирать на самом деле не очень долго, нужно вставить сюда батарейку, вот так накрыть крышкой. Но вся проблема даже не в этом. Проблема в том, что мы пришли на наш главный городской пруд, который находится в центре города. Его, кстати говоря, на прошлой неделе чистили, тут были водолазы, вот видите фотографии, тут все почищено было. Но где это все? И самое главное, что тут сидят люди, они ловят рыбу в центре города, не знаю, что они там поймают. Но мне кажется, что мы сегодня на вот этот вот хвост поймаем очень много водорослей. Их тут реально очень много. Сними, сними сколько водорослей, много? На самом деле я пытался запустить эту лодку дома, но ничего не происходило. Здесь попробуем еще раз, вот я включаю, загораются лампочки. И вот я нажимаю на газ, но ничего не происходит. Но у меня есть версия по этому поводу. Здесь вот какой-то датчик внизу стоит, он единственный, который вынесен вот на всю лодку. Мне кажется, что лодка заработает только тогда, когда я поставлю ее на воду. Сейчас мы это и проверим. Ну что, давай попробуем где-нибудь. Подожди, подожди, подожди. Когда лодку на воду спускают, нужно бутылку об ней обязательно разбить. Ты хочешь сказать, что мы как настоящие с тобой моряки должны сейчас взять и разбить об эту лодку бутылку? Да, конечно. Мне кажется, лодка скорее разобьется, чем бутылка. Сойдет же, если я пластиковую... Да, отлично, отлично. Значит так, мы ставим лодку. Все. Так? Да, можем быть. Работает! Реально работает. Реально работает. Но еще здесь есть одна вещь, которой очень не хватает большинству радиоуправляемых игрушек, да и в принципе многим вещам на свете. Это вот такая подставка, которая собирается вроде бы не очень сложно. Вот так и как-то так. Так, и теперь мы можем на нее поставить нашу лодку. И это все куда-нибудь на полочку, чтобы она стояла и радовала глаз, потому что на самом деле лодка достаточно красивая. А теперь включи. Ну, хорошо, что здесь есть задний ход, потому что я вот там зацепился за водоросли и смог оттуда выбраться. Короче, на водорослях пускать такую лодку вообще не вариант. Короче, лодку после того, как достали, нужно обязательно протирать, а то блокираторы не срабатывают. Ну, что я могу сказать, друзья, вещь определенно классная. Если у вас поблизости есть водоем или там на дачу родители увозят вас летом там картошку копать, а там есть какое-то озеро, то лодка это определенно круче, чем машина или квадрокоптер. Да и в целом сейчас уже такими игрушками никого не удивишь, а лодка как минимум на полке будет стоять и красиво смотреться. Кстати говоря, это еще и не самая лучшая модель из тех, которые была. Эту я взял просто для того, чтобы проверить, прикольная эта вещь или нет. Оказалось, что прикольно, а в следующий раз надо взять что-то поинтереснее. Возможно, это будет целый парусник или что-то типа того. В общем, это говоря, ссылку на эту самую модель я оставлю в описании. Ну, а также вы можете посмотреть любое другое. Одно я могу сказать точно. Если у вас рядом есть водоем, вам нечего делать и вы хотите поправлять лодкой, которая перемещается со скоростью 5,5 метров в секунду, то это определенно must have.